вас приветствует мастерская рим стартех к нам наконец-то вернулся наш баннер и вернулся жигуль с покраски получилось очень здорово цвет один в один сходится такая вот красотень даже страшно рядом ходить боишься поцарапать как отражается в краске даже вот пол сейчас начнется самый интересный этап и самый мной любимый это финальная сборка с каждым днем машина будет становиться все красивее некоторые красивости уже установлены были для того чтобы откатить его в покрасочную камеру что поехали даже вот не знаю за что первое хвататься чего начинает сборку наверное будем снизу собирать и вверх разобрал передний суппорт вот вот такая вот красота внутри скажите мне как вот ездить спокойно такое вот говнище просто непонятно за многие годы здесь накопилось где-то чище где-то грязнее сейчас мы это все помоем аккуратненько и поставим они вот сюда эти вот новые уплотнительные резиночки и новые наборы лежат всего новенького и тормоза станут надежными продолжаем собирать вот установил прекрасный поцинкованный очищенный суппорт тормозной диск не стали менять он вполне приличный также какие колодки кстати еще советские новые трубочки установили как старые были весьма плачевно выглядели и были там трещинки все-таки это тормоза поэтому всю тормозную магистраль все заменили здесь как помните я заменил резиночки все оцинковано где-то слушайте затерялись здесь такие пружины держат где-то положил такое место чтобы не потерялась так я вам скажу с реставрацией постоянно какие-то мелочи ты где-то откладываешь со временем забывается но потом все находится здесь как помните у нас рулевые тяги новые это специально оцинковали в желтый цинк были в белом но как-то она не очень смотрится так что машина преображается вот видите молдинг установили продолжаем создавать красоту собираем такая красота получается чем рассказать об этих повторителях вот так выглядит тот который здесь стоял вот эти насколько сильная коррозия когда гаечки откручивал шпильки посрывало настолько сильно они заржавели так как там никаких кожи никакой защиты ничего нет вода попадает что один что второй не удалось снять целыми и было решено купить новый тем более что здесь сколько помните было позднее стеклышко там ранее но рассказ не об этом здесь видите винты разные угадайте какой новый а какой перецинкованный думаю разница видна хоть этот и новый но новым он был лет 40 назад за эти 40 лет цинк существенно потускнел поэтому все они перецинковываются и получается вот так вот очень красиво реставрация то не просто покрасить похромировать а именно внимание к таким деталям оно и делает машину красивой продолжаем собрал тормоза задние так все красивенько сейчас шплинтик загну оцинкованная трос ручника еще не натянут с колодками здесь ничего не делал и чуть-чуть лак получился нет необходимости какие вот это не разбиралась вполне нормальном состоянии это все как помните перецинкованная цилиндрик новый снова покрашена собираем дальше продолжаем работу с тормозной системой вот разобрал главный тормозной цилиндр как помните там все было в потеках тормозной жидкости откуда течет сложно понять но в любом случае за столько лет кольца уплотнительные пришли в негодность да и тормоза как я говорил с ними не стоит шутить вот посмотрите видите какие риски на уплотнительных кольцах так что мы их заменим вот куплен ремнобор также заменю эти штуцера что там коррозия жуткая думаю через там тоже колечко идет уплотнительная через него тоже наверно подпускает в том случае не заменяя их здесь не получится как следует все очистить и проверить то же самое и с главным дизайн этим цилиндром сцепления рабочим не рабочая в общем уже конец дня заговариваюсь поверхность там внутри шикарная помните машина немного проехала так что просто жидкость гидроскопична да и вряд ли меняли ее поэтому коррозии всякие какахи присутствуют но на рабочих поверхностях все хорошо поэтому обойдемся заменой резиновых изделий и обязательно перецинкуем вот эти вот болты так как они на вид на виду и коррозия на них так это присутствует некотором виде если бы ну и в принципе можно было бы не перецинковывать тут вообще как бы с перецинком тем только что показывал про повторитель поворотов нужно понимать все таки что нужно делать а что нет с перецинком все не так просто допустим вот этот вот замок капота на нем никакой коррозии ничего нет чуть согнут мы его подправим то есть можно бы его отправить на перецинке все было бы красивенько но с другой стороны тут вопрос следующий ведь это оригинальное покрытие таким оно вышло с завода и задача реставрации в первую очередь сохранить то что было сделано ну и исправить урон который получил автомобиль и мотоцикл за годы эксплуатации я считаю что этот замок в плане коррозии с ним все в порядке то есть это еще грязь он так чуть-чуть был промыт и все вот видите не до конца промытый поэтому я его решил оставить в таком вот виде как он был а вот например эту заглушку мы перецинкуем потому что здесь первое время откручивание видите грани повредились очень жено закисло за годы вторых на этом же корпусе были вот такие вот болты которые как видите очень сильно поржавели на ловим фокус без фокуса видно что они поржавели также как и здесь вот уже конкретно коррозия видна поэтому они будут перецинкованы также я вот только что осмотрел замки дверные они тоже в аналогичном состоянии мы их оставим с родным покрытием что я считаю что в итоге результат будет отличный напишите в комментариях что думаете об этом снял штуцера к сожалению не достаточно варварский снимаются по-другому никак эти вот фигурные шайбы очень хорошо их держит их так просто не выкаешь да и зачем втыкается отвертка выворачивается но сказ не о том смотрите что там внутри ну и здесь вы тоже видим почему я это снял некоторые реставраторы допустим вот работает цилиндр чего его трогать да не будем трогать оставим пусть едет она же работала но вот эти вот какахи внутри заливаешь но новую тормозную жидкость она их смывает все это идет по магистралям повреждает цилиндры а в худшем случае еще и забивает и это вы учтите у нас машина 76 года а если машина будет 56 года какие сколько вот такого скопится там за многие годы поэтому не ни один узел не может оставаться без внимания время качественной реставрации все не может вот такое вот происходить должно быть проверено заканчивается неделя вот под собрали чуть-чуть начали проводку подключать видите у нас красивые реле получились здесь тоже долгий кропотливый процесс рука все это нужно протирать эти некоторые наконечники где-то затерялись вот они там в коробках в кулечках все сложено потихоньку все это находится ставится на свои места вот начал уже кстати хочу вам рассказать вот эти вот штучки не все были целые ну когда начал ставить одна треснула от старости чем аккуратненько уже встала и в конце самом целобогу еще выпускают вот они новенькие красивые стоят эти пружинка оригинально переценку по воронили и и так что все будет как новое специально даже вот оставлено здесь в грунте красном так она была по заводу резьбы не закрашенные что начался кропотливый труд по чуть-чуть составится танка стала на свое место все молдинги в начале сборка всегда происходит очень медленно потом быстрее начинаешь вспоминать что где было где она этих коробочках на каком складе на какой полке прекрасно стал этот молдинг боковой самый сложный молдинг на машине причем снимался он гораздо тяжелее чем ставился все так красивенько вышло вот уже поставил на очереди торпеду салон подсоберем в принципе ставить себе задачу вот сегодня там собираю только это получается не очень удобно так как начинаешь искать то это поэтому я иду по принципу вот достал ящик с запчастями а вот есть вот эта штука допустим антенна взял ее поставил опа повороты попались поставил поворот релюхи прицепил главное конечно не перепутать всякие последовательности допустим если я вставил мотор и не поставил этот рычаг его потом вставить но практически нереально поэтому это нужно не забывая также я сейчас вот уже куплены новые тормозные магистрали поставлю магистрали и удалось купить вот эти вот крепления новые уже последние забрал больше и не будет один в один попробую их показать вот они в кулечке лежат один в один как оригиналы получается вот оригинальная вот новые колпачков еще вот парочку забрал тоже последние у него были больше их не будет так что ждите будет достаточно много серий по процессу сборки этого прекрасного автомобиля